Обладает следующими свойствами. Во-первых, она строится для некоторого параметра k. k – это параметр, это целое число, 1, 2, 3 и так далее. Это параметр, на самом деле, определяющий точность, которой мы будем отвечать, в некотором смысле, сейчас покажу, в каком, точность, с которой мы будем отвечать на запросы. То есть мы лишены надежды, что мы сможем в случае верхопроизвольной метрики как-то компактно закодировать всю эту массу расстояния, и вряд ли это возможно. Но, допустим, мы согласны на ответ приближенный. В каком смысле я сейчас уточню? И вот k – это параметр, который показывает, насколько сильно мы согласны ошибаться. Так вот, мне согласны ошибаться следующим образом. Есть истинное расстояние, это d, а есть расстояние, которое будет сообщать этот честный оракул. И вот мы всегда будем, на самом деле, если ошибаться, то в сторону наверх, то есть будем завышать расстояние. По некоторым причинам, которые станут не смею очень скоро. Но мы будем ошибаться не более чем в некоторый фактор раз. Будет некая муиспликативная погрешность. Она составляет 2k плюс 1. 2k плюс 1. А, да, не прошу прощения, 2k минус 1, если соединиться. Так вот, точное соотношение такое, что расстояние, которое нам будут сообщать, оно будет заключено между двумя числами. В частности, при k равном единице мы будем сообщать точное расстояние, ну и за это, кажется, сильно заплатить. То есть мы, на самом деле, построим структуру квадратичного размера, что не очень удобно. Но при k каком-то там разумно большом, ну и не совсем маленьком, мы можем экономить память и, например, насекать некого трейдов. Ну а теперь, собственно, о том, сколько же нам нужно памяти, чтобы сохранить эту чудесную раку. Вот память, которая здесь потребуется, память такая, формула такая здесь. k помножить на n в степени 1 плюс 1 ка. Вот, то есть, ну, на первой множестве можно особо не смотреть, потому что интереснее второе множество. Второй множество говорит, что, ну, когда k разумно велико, это там почти линейная пи-функция, так скажем. При k равном единице получаете n в квадрате. При k равном, не знаю, 10, вы получаете n в степени 1,1 к линии. Еще второй параметр – это время препроцессинга и время, за которое мы можем отвечать на запрос. Самое простое, что тут можно сказать, наверное, сейчас, это что время ответа на запрос – это UAD COUNT. То есть мы еще и быстро отвечаем. Про время киопроцессинга говорить сейчас не буду, потому что в первой части я попробую изложить препроцессинг, который для метрик работает, но и он не очень хороший по времени, он там сверх квадратичный. Но это неудивительно, потому что никакую метрику иначе нельзя изучить, кроме как, видимо, посмотреть почти на все точки. Почти все пары нужно посмотреть, чтобы что-то про метрику понять. То есть если метрика задана графом, то можно делать быстрее, можно не смотреть на все пары, а можно пользоваться в этом дексте некоторых местах. И про это я отдельно скажу. Время препроцессинга тоже интересное. Неплохое, так скажу. Ну, вот такой план. Есть ли вопросы, о чем мы хотим достичь? Ага, ну, вот тогда давайте я расскажу, как этот оракул устроен. Да, почему оракул? Вроде как термин оракул используется, потому что время при фиксированном кану константы. То есть такая функция, которая отвечает за константу. Все очень условная вещь, конечно. Просто технологически. Так, ну ладно, как этот оракул будет устроен? Вот устроен он будет довольно просто. Я сотру, наверное, я оставлю яйца треугольника, все остальное сотру. Какой-то деканон был. Да, важная вещь, забыл сказать. Конструкция это рандомизированная. То есть в действительности во многих местах, где я говорю, скажем, о времени или объеме памяти, это ожидание. Подразумевается, но вообще все это можно деканонизировать, говорят, но про это я мало чего понимаю, поэтому даже пытаться объяснить. Вот смотрите, как вообще можно было бы аппроксимировать расстояние сверху. То есть мы хотим сверху приблизить расстояние с точностью, там, не больше, чем 2 в степени к минус 1. С ошибкой не больше, чем 2 в степени к минус 1. 2 в степени к или 2 к? 2 помножить на к минус 1. В степени это наговаривание. Ну, вообще говоря, вот бывает, что вы посчитали что-нибудь, вот, на какие-то расстояния посчитали, между какими-то парами вершин. И вас спрашивают, оказывается, что та пара, на которую расстояние посчитали, она просто есть в вашем списке. Вот тогда вы можете точно ответ дать. Ну, конечно же, да. Но если мы хотим вот уложиться в ту память, я сейчас еще раз напишу какую, что память у нас к на n в степени 1 плюс 1 к, то ясно, что нам все пары не светят ни разу, если к не единица, конечно. Вот, посему, скорее всего, вас спрашивают про пару, а вы, да, и ничего не знаете. Вот, но тогда вам пригодится следующий трюк, что, допустим, вас спрашивают про некоторую пару у и у в, вы, значит, некоторым образом, вот, неизвестным каким-то образом, находите вершину W, и дальше чудесно, 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 образом, оказывается, что вы знаете вот эти два расстояния. У до W, а W и W. Вот, но тогда вы можете сказать, что мы, там, аппроксимируем расстояние от W до W вот такую вот сумму. А, и это, конечно, всегда оценка сверху, но она может быть сколько-то плохой. То есть, если у вас W где-то толщина, он, не знаю, неполный, где-то, ясно, что вы сильно очень ошибетесь. То есть, важно здесь W подбирать каунт. Вот, я пытаюсь сейчас рассказать какую-то интуицию, потому что, потому что сам будет довольно загадочный. И вот, у меня нет четкого понимания, как его можно придумать. Интуиция, в какой-то момент, закончится. Дальше просто, что там работает, и мы докажем, что она работает коллектно. Вот, пока что это интуитивно понятная, мне кажется, часть. Вот, да, действительно, расстояние можно так вот через один пол пытаться вычислять. Но вот, какие именно W убрать, и для каких пар нужно вычислять расстояние, это вот сложный вопрос. Давайте я опишу конструкцию. Значит, конструкция вероятностная, и я сразу зафиксирую у нее при параметре P. Он будет равен 1 поделить на n в степени 1 кадра. Вот, он имеет смысл вероятности, этот параметр. Значит, вероятности чего? Значит, первым делом мы выполним такой процесс сэмплирования вершин. И построим набор множеств. Множество будет называться А0, А1, А2 и так далее, АК. Значит, как эти множества строятся? Ну, они строятся следующим способом. А0 это на самом деле все вершины. А каждое последующее множество вложено в предыдущее. То есть мы все хуже, хуже и хуже берем множество. А последнее множество на самом деле пустое. Вот такой план, значит. Построим такое вложенное семейство множеств. Принцип следующий. Это чтобы понять, какие элементы оставить и какие отправить в последующие, а какие пропустить и какие отправить в последующее множество. Мы до каждого элемента бросаем монетку, вот такую кривую, вот с такой вероятностью. И если монетка говорит «да», а монетка говорит «да» вот с такой вероятностью, то элемент из этого множества отправляется в В плюс первое. Вот такой вот сэмплинг. То есть множество все более и более редкие, и видно, что у них там экспоненциально убывает даже размер, ну, от ожидания размера. Сейчас посчитаю, на самом деле, какой там размер, какой там от ожидания. А еще, смотрите, я сказал, что первое множество это В, это по определению, да, то есть мы можем так сделать. А сейчас я сказал, что последнее множество это пустое множество. Это, на самом деле, тоже по определению. То есть на последнем шаге вот тот способ отбора не работает. Мы так не делаем. Вместо этого мы последнее множество вот за нуляем. Ну, тут еще есть предыдущее, такое, k-1, да? k-1. Вот, оно уже строится по всем правилам. Так, значит, вначале эти множества. Множество, 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 множество. Ну, ладно, перед тем, как понимать, как у них там в среднем размере и чего, все-таки давайте я расскажу, между какими парами вершин мы расстояние насчитаем. Тут есть два комплекта расстояния, которые мы посчитаем. Значит, комплект номер один. Для любой вершины, для любого i, мы вычислим такую вещь. Расстояние для любой вершины, для любого i, ну, давайте четче напишу, от нуля до k. Мы вычислим расстояние от этой вершины до соответствующего множества. Ну, расстояние от вершины до множества, понятно, что по минимуму, да? Минимум от вершины до всех элементов. Вот. И эти расстояния мы запомним, и хуже того, мы запомним, то, как эти расстояния реализуются. То есть на каких элементах они реализуются, в смысле на каких элементах рейтинга. То есть вот мы посчитаем такую штуку и будем называть ее проекцией. Это на самом деле имеет диаметрический смысл такой. Это, ну, ближайшая точка из АИКВ. Что-то такая проекция. Если это В, то это будет П и от В. Вот такая вот вершина. А. Ну, уже неплохо. Вот какие-то расстояния насчитаны, но их катастрофически мало. Их пока что вы говорите, варьем, сколько? Сколько? Кроме их к на В, да? Я, кстати, писал n, кажется. Значит, n – число вершин. Ну, дуя, продолжаем все больше. То есть вот здесь вот к на n расстояний, и это очень мало. Их недостаточно. Есть, значит, второй комплект расстояния. Вот он загадочный. То есть как-то куда-то было придумывать, я не знаю. Мы посмотрим на вутербродную структуру этих множеств. Ну, более точно. Значит, мы посмотрим на слои. Мы посмотрим на пару множеств АИТ, и следующая за ним АИ плюс первая. Они вложены вот так нарисованы. И здесь возникает некоторый такой слой, который содержит все элементы из АИТ, которые не попали в АИ плюс П. Вот мы сделаем следующее. Мы для любого В, для любого В, здесь нужно от нуля уже до К минус 1, потому что это А ну плюс 1 первая. Мы посмотрим на такие вот вершинки интересные. что-то, смотрите, вот В. В как-то проектируется на АИ плюс первое множество. Это уголь ВП и АИ плюс первое от В. Вот такая здесь точка. Ну и, соответственно, есть какое-то расстояние. А теперь я возьму и проведу окружность с центром В и вот таким вот радиусом. и отберу все вершины из АИ, которые ближе к В, чем к его проекции на А плюс первое. Строго ближе или меньше? Ну, меньше либо равно. Который ближе к В, чем расстояние, до которых до В, не больше, чем расстояние до В до его проекции. Не спрашивайте, почему так. Вот так. Вот просто вот так сделаем. И это мы проделываем для всех В и для всех И. Сразу вопрос. А что такое проекция на АКТ, которая пустая? А, отличный вопрос. Значит, мы считаем, что проекции нет, но есть расстояние, оно бесконечное. Поэтому вот, да, вопрос очень хороший. Для случая, когда К равно К минус 1, вот в эту заштриховую новость упадет на самом деле все АИТЭ. То есть следующего слоя нет, но мы считаем, что расстояние пустого множества это бесконечное, что вообще довольно разумно, потому что это минимум, как расстояние. Вот. Никакой проекции там нет, и поэтому при И равно К минус 1 мы возьмем вообще все вершины. И вот, значит, все вершины W, которые здесь упомянуты, мы собираем, значит, в кучу и считаем для них расстояние. То есть там известны расстояния от В до W, по всем W со следующим свойством, что расстояние от В до W меньше либо равно расстояние от В до В и плюс 1 от В. Вот, значит, все вершины W, которые мы так для В соберем, вообще по всем слоям, кстати, это, они образуют так называемый банч вершины В, банч of V. вот все вершины W, которые вот так формируются, для какой-то пары соседних слоев, они образуют банч вершины. И вот мы для вершины и для всех элементов ее банча считаем расстояние, запоминаем их. Вот. И уже ничего не понятно. Но непонятно совершенно для чего. То есть непонятно, зачем такие расстояния, как это применять, и непонятно даже сколько. Сейчас, что, а мы для всех этих W запускаем дейкстры и... Нет, ну, пока что... Я не беспокоюсь, сколько времени он при процессинг занимает. Нет, я для понимания сейчас. Мы для всех дейкстры и считаем, что там как, или как, или мы считаем от В. То есть у нас такая дейкстра, у тебя матрица есть, у тебя функция расстояния, которая по паре будет расстоянием. Перебираешься. То есть мы пока эти пары... Пока что мы перебираем вообще все вершины и смотрим, что там ближе. W ближе к В, чем в это расстояние, или не ближе. Если ближе, то сохраняем это W и запоминаем расстояние. То есть вот не думайте пока про сложность при процессинге. Это отдельная история. Хочется делать быстро и этим займемся потом. Да, значит, для понимания сразу. Потом у нас будет такая задача. Вот понять, для заданной пары решин мы считали расстояние или не считали. То есть там попадает ли W в какой-нибудь банч? Не попадает. Ну, мы будем изучать с помощью таблицы. Построить там совершенный хэш, который нам для заданной пары с W и V будет говорить известное расстояние и неизвестное. Это я посчитаю, что это мелочка. А этих W будет довольно-таки много. Их будет побольше, чем в случае 1, например. Вот мы сейчас оценим, окажется, что их столько, сколько заявлялось. На самом деле всевозможных пар, на которых мы считаем расстояние, вот столько. Ну, в среднем. Конечно, даже нет. Не очевидно, правда же? Можно просто я пропустировать? Способ построения этого бутерброда множества у нас уже. Бутерброда. Ну, как ты строишь бутерброда добычи? Следующий слой строится предыдущий. Нет, понятно. Вероятность вероятности. Да, мы сэмплируем. Мы берем сначала все множество, это A0. Все вершины. А 1 получается сэмплированием A0. И вот это вероятность, которую мы берем. На самом деле, каждый слой можно считать, что он получается сэмплированием, только вероятность немножко другая. Потому что в 10 в эту истеку. Понятно? Тут важно именно, что они влажные. Вообще просто важно, что они влажные, но они влажные, потому что следующее. Сэмплирование следующие. Не изверситет, что это независимо. Мы сэмплировали A2 по A0 с вероятностью 1 в квадрат. Нет, нельзя так сказать. Но если взять любую вершину, так вот, даже взять любую вершину и чтобы понять, с какой вероятностью у нас в какой-то слой попало, можно представить себе, что мы сэмплировали с вероятностью по степени. Ещё такой вопрос. Можно ли быть такой, что а и плюс один ближе до v, чем какой-то результат? Ещё раз. Может ли быть, что... А, не должен. Окей, вопрос нет. Смотрите, ещё один момент интересный. Я сказал, что последнее это х, и оно пустое, и мы его там занулили. Удобно считать, что перед этим множество не пустое. Мы сейчас поймём, что на самом деле с высокой вероятностью это так. И если это не так, то мы можем пересенклировать всё замуж. И нам повезётся. Нам точно повезёт. Или можно подбросить побольше монетки. Побольше монетки. Куда больше. Утрируя, а если это, допустим, k больше n? k больше n... А, ну, с другой стороны, множество могут быть не строго вложенные. Да, они не обязаны здесь. Кажется, k и n не очень как-то связаны. Не видно сверху. Если у тебя k больше n, то ты уже используешь n квадрат в памяти. Я не говорю, что это имеет смысл. В этом смысле это бестолковое, конечно, занятие. Ну, типично, конечно, n гораздо больше. Ладно. Я не надеюсь, что вы понимаете, зачем это. Я вот тоже не понимаю, зачем. В смысле, я понимаю формально, зачем это сейчас всё понадобится. Но я не понимаю, как это придумывается. Но постарайтесь, что ли, хотя бы запомнить, какие пары вершин у нас уже полезны. Потому что я собираюсь всё стерять. Нашу картину. А? У вас с векового оставим. Тоже по цвету и картины. Тоже по цвету и картины. Тоже по цвету и картины. Хорошо. Что, а то способность поиск от рук, потому что мы сейчас будем доказывать, что он такой. И очень хорошо будет, не с чем будет сравнить, и чтобы мы не доказали нам... Чтобы не подгонять, да? Подгонять. Ну вот смотрите, перед нами стоит три проблемы на самом деле. Первая проблема – понять, какого размера та структура, которую мы построили. Вторая проблема – понять, зачем такая структура вообще нужна, то есть как она ищет расстояние между произвольниками. Третий вопрос – как построить все это эффективно, потому что даже если у вас метрика за однографом, то это выглядит так, будто вы много раз перебираете все пары. Что делать не хотелось бы. Давайте попробовать ответить в каком-то порядке на все эти вопросы. Например, давайте оценим размер структуры. Напоминаю, что структура состоит из двух частей. Первая часть – она совсем компактная, там nk парные. А про вторую часть надо думать. Думать надо вот как. Давайте для каждой вершины v и для каждого слоя этого бутерброда оценим от ожидания его размера. Вот мы сейчас должны показать, может быть даже вы понимаете какую оценку. n в степени однокатая. Покажем на степени однокатая. Потом мы это помножим на число свое бутерброда, это k. Потом помножим на все вершины v и получим то, что надо. Мы подозреваем, что бутерброд здесь в среднем задевается вот таким числом элементом. Удивительно, что показать, что от ожидания размера ровно такое – это очень просто. Хотя на первый взгляд кажется, что происходит что-то очень сложное. Хуже мы знаем, какие вершины окажутся ближе к v, чем вот это. Но смотрите. Рассуждение очень простое. Вот посмотрим на аитое и перечислим просто все вершины, которые есть в аитое. Вот там сколько-то их, я даже не знаю сколько, мне это не очень важно. Вот взяли и перечислили. Так, очень хорошо. Предположим, что мы вот аитое построили, а аи плюс первое только будем строить сейчас. Мы еще не решили, какое будет аи плюс первое. Вот у меня есть v, относительно которой я пытаюсь кусочек бутерброда построить, ну и выделить в нем под множество. Теперь я сделаю следующую интересную вещь. Я возьму и эти v и 3, которые у меня есть упомянутые, я их перечислим… Ну, окей. v у меня… Давайте W. W. Вот я их пронумерую в порядке удаления от v. То есть у меня будет самая близкая вершина, затем будет вторая поблизости, затем будет ну и так далее, и наконец будет самая последняя. И вот давайте подумаем. Так вот. Конечно же некоторые из этих W, они попадут в следующий слой. Вот мы не знаем, какие. Это такой очень случайный процесс, да? То есть мы для каждого W решаем, берем его в следующем слой, берем следующий слой, не берем следующий слой. Отлично. Но вот предположим, что… Нарисую даже. W1, W2, W3, W4, W5, W6. Давайте я обведу. Допустим, при сэмплировании оказалось, что в следующий слой попадает W3 и W5. Вот внутри понятно ли что-нибудь? Понятно ли какие вершины из бутерброда мы отнесем к банючку? Теперь вторую. Совершенно верно. Вот у нас есть v. v куда спроектируется? Она спроектируется на W3. Потому что это самая близкая вершина из следующего слоя. Первые две. А какие вершины ближе, чем самая близкая вершина из третьего слоя? Первые две. А дальше уже совершенно понятно, какое здесь распределение размеров той части бутерброда, которую мы возьмем. Ну, а вот именно, значит, в точности что происходит? Геометрическая там… Да, к сожалению, прогуливал лекции по телевероятности, я оторвать не знаю. Там единица поделить на вероятность, кажется. А можно сказать для тех, кто прогуливал? А, вот, отлично. Мы с тобой, значит, хорошо подходим в смысле понимания друг друга. Вот смотрите, W1. Вот с какой вероятностью W1 попадет таки в наш банч? Вот смотрите, что W1 попал в банч, ну, W1 всегда попадет в банч на самом деле. Потому что даже если окажется, что банч W1 содержит, то все равно, поскольку мы отбираем по нерависту, которая у нас не строгая, все равно самую близкую точку мы берем. То есть, Максом, можно по-чаленджить? А? Если нерависта не строгая и метрика заполнена нулями, то я утверждаю, что это квадрат. А если… а почему квадрат? Ну, потому что мы просто возьмем все вершины из бутерброда, потому что до всех расстояние 0. Наверное, мы должны еще добавить по паре из расстояний индексы. Да, согласен, да, да. Вообще все в одну точку в некоторых раз сжимается. Да, хорошо, да, вот я сказал, что псевдометрика, да? Ну, я, конечно, зря вам такое сказал. То, что псевдометрика, если расстояние одинаковое, если много одинаковых расстояний… Ладно выбрать какое-то, считать, что мы его берем, а остальные не берем. Ну, давай, да, индекс. Короче, мы… как это называется? Breaking ties Arbitural. В смысле чего-то… Нет, можно сказать, что все плюс-минус-аписером пошевелили, и все расстояния разные. Главное пошевелить так, чтобы вот… Эту точку мне хочется взять. Почему просто нельзя сказать, что строго меньше плюс вот та точка, которая мы в любом случае… Конечно, можно так тоже сказать, да, окей. Все. Да, но проблема с нулями понятна, да. И это даже проблема не с нулями, проблема с равными расстояниями. Если в вести метр куда-то ест на единицы, кроме равных… Проблема с равными расстояниями, да, правда. Ну, окей, короче, мы берем самую близкую, если самых близких несколько, мы берем все равно одну. Ну, какую-то. Так вот, w1 мы на самом деле возьмем с вероятностью… Какую? 1. С какой вероятностью мы возьмем w2. Но чтобы взять w2, нужно, чтобы мы не взяли w1 в наше следующее подмножие. То есть это на самом деле 1 минус p, вероятность которой мы возьмем w3 из бутерброда – это что такое? Это 1 минус p в квадрате и так далее. Чем дальше, тем менее вероятно, что эта точка попадет в отмеченную часть слоя, потому что, если мы его берем, это означает, что сопредшествующие… они проиграли при санклировании и не были зубы. А дальше, значит, чтобы посчитать от ожидания размера, можно просто сложить от вероятности. И это будет 1 на p. На самом деле, там хвост мы отрезаем, это же не сумма бесконечности, а для чего-то. Но мы оцениваем сверху, поэтому оценка сверху 1 на p. А p мы знаем, чему равно, и поэтому получаем n в степени однокатая. Вот, и все. То есть во втором случае мы всего возьмем n в степени… ну, то есть k помножить на n в степени однокатая вершина. Такой трюк. Даже ничего подгонять. Пока. Мы собираемся отвечать на вопрос точно с погрешностью? В смысле, погрешность невероятностная? Да, невероятностная. То есть нас никогда не врет сильнее, чем вот эта граница. Но у нас processing time. Да. Ну, я, конечно, таблицу строил совершенно. Тоже финансовое организированное дело. Нет, на это можно было бы закрываться. Зачем? А по какому принципу ты решаешь, когда закрывается? Ну, с хеш-таблицей понятно, что она норм работает. Окей. Ну, тогда вот возьми какой-нибудь трюмер в ядрах случайно чистить. Он тоже опыт. Про атомизацию ничего не знаю. Говорят, можно, но не делаем. Как хеш-таблицу они собирались держать? Да. И вот, да. Все кричи заняли. Ничего не знаю. Ладно. Надо понять, как мы будем приближать расстояния. Аппоксимировать. Тут я, может быть, даже не удержусь и напишу все заход. Может, мне будет легче. Если что, я могу пустить все заход и сказать, что это работает вот так. Нам дали две вершины, u и v. И спрашивают, какое там расстояние. Мы сейчас будем это дело решать. Ну, то есть может оказаться так, что, скажем, u попадает в bunch v или наоборот. Тогда мы ответ знаем. Ну, это маловероятное событие. Мы будем поддерживать следующие варианты. У нас, во-первых, будет параметр i, который показывает, на каком слое мы пытаемся найти ответ в том или ином смысле. И будет пробегать значение от 0 до k-1. Дальше у нас будет поддерживаться еще одна вершина w, которая, на самом деле, проекция u на it-множество. Будет еще один n-вариант, который покажет нам, что аппроксимация хорошая. Но я потом пишу. Сейчас ничего не понятно. Теперь, план. Ну, план такой. Во-первых, инициализировать все это хозяйство, а потом попытаться как-то либо найти ответ, либо, не знаю, увеличить и поискать на следующем слое. И так вот пока не найдем. Еще, конечно, вопрос, почему мы ее вообще найдем. Потому что оказаться так, что вроде бы не найдем, но нет. Ну, инициализация. Инициализация здесь какая? Инициализация здесь такая. i – это 0, а вот… Хорошо, вопрос на понимание. Чего равно w? У? Да, это правда. Это u. Значит, почему? Ну, вообще, написано, что это проекция на нулевой слой. Нулевой слой – это вообще сей вершины. А проекция на сей вершины – это то, чего проектировать. Но вообще, если это псевдометрик, то, может быть, не обязательно u? Ну, мы… Вот мы хотим вот так. Пусть будет u. Ну, просто p – это неоднозначно определено, но… Выглядит разумно, но… Так, а теперь… Смотрите-ка. А дальше будет, как это называется, цикл while. Пока все плохо. Так, что значит все плохо? Пока w не лежит в банче v. Ну, во-первых, я попытаюсь объяснить, почему, если w не лежит в банче v, так как раз плохо. Потому что, если оно лежит, то в действительности ответ мы можем уже… Ну, некий ответ неизвестной точности, но некий ответ мы можем сформировать. Потому что у пункта 3. Кто-нибудь понимает, какой ответ? Вот что мы хотим? Расстояние откуда w? Да, расстояние откуда. Ну, хорошо, так и напишу. Расстояние откуда w плюс расстояние от w dv. По крайней мере, я вот обещал, что все расстояния, вся аппроксимация, которую мы будем строить, они вот такого вида. Всегда будет через одну промежуточную вершину? Да. Да. Это хорошо. Это значит, что мы будем быстро. Это хорошо, но неожиданно. Нет, отказайся. А bv по всем слоям объединяет. Еще раз. bv — это объединение по всем слоям? Да. bv — это часть только банча. Полный банч получается, когда мы смотрим на все свои приборы. bv — это кто? bv — это банч v. Это часть банча v. Это что? По итому или? По итому слою. Ага. То есть мы еще синхронизируем слои. А что они синхронизируем? bv — это объединение по всем слоям. Есть банчи для каждой пары соседних слоев. Смотри, ты смотришь W из проекции на U. И банч v — ты по тому же I смотришь? Да. Чисто формально bv объединяет все такие суббанчи. bv — это банч v. И определяется он так. Возьмем всевозможные пары соседних слоев и отберем вершину, как указано. И объединим все отобранные вершины. Хорошо, хорошо. То есть тут и не играет. Все. Вообще какая вершина, она между двух... Только парой своих может быть. Она не может быть между двух. Любой вершиной, которую мы в банч берем, она между какой-то парой соседних слоев. Нет, ну это разумеется. Я бы волновал у тебя объединение или синхронизируешь? Так, ну хорошо. Давайте придумаем, что делать дальше. Предположим, что я забыл, что там делать дальше. Как бы это не было правдой. Ну ладно. Так, смотрите, нет. Окей, спокойно. Я помню, что надо делать дальше. Но, допустим, я бы забыл, что делать дальше. Дальше нужно что-то сообразить такое интересное, потому что если w не в банче, то ответ мы не знаем. Мы не можем просумировать расстояние. Вот это расстояние нам известно. Это расстояние первого типа, а это расстояние нам неизвестно. Цикл while намекает, что мы будем делать что-то много раз. Как вы думаете, сколько раз мы будем делать? Ну, видимо, ка раз. Ка раз, потому что мы же помним, какое цену времени будет. Действительно, цикл while идет по слоям. И он увеличивает и на единицу. Вот дальше вот сейчас будет инструкция, про которую меня нет абсолютно никакой интуиции. То есть вот полная чушь. Дальше будет следующее. Значит, нужно p и t в следующий байк, нет? Ну, не u, видимо, w и v. А дальше мы, говорят, обменяем u и v. u и v обменяем местами. Загадочно, правда? С какой стороны можно это делать, потому что метрика асимметрична. Хотим, меняем, чертим. А дальше нужно восстановить и нырят, что w это вот эта штука, и поэтому w это новая для нового i и для нового u проекция. Вот все через алгоритм. И боже упаси, не ошибиться, потому что дальше я буду это доказывать. bv меняется, да? А? Что? bv меняется. bv? Ну, v меняется. Ну как, меняется оно не очень сильно. v это либо исходное v, либо исходное u там. Типа на четных ходах. На четных слайб будет. В одном порядке, а на четных другом. Сейчас я нарисую картинку некую, которая ничего не проясняет, но показывает, что в этом делает хотя бы. В третьей строчке, кажется, u и v надо местами поменять. В третьей строчке? В там, где return. return.dov плюс dv. А чего? Ну, потому что... А там же все можно поменять. Местами. Нет, там, если одна в банче, другая в другой... Нет, ну, я сейчас не буду... Граф не ориентированный. Граф не ориентированный. Просто мне тут намекают, что... А, ну да, все ладно. Все на все окна. Да, хорошо, верим. Это всегда даже расстояние первого типа, а это всегда расстояние второго типа. Да, потому что while вот такой. Да, хорошо. Итак, вводящая супер картинка сейчас будет. Слушай, а мы действительно вот там каждый раз увеличиваем и на единицу, и на местами. То есть не то, что мы для одного и того же и так и так смотрим. Нет. Мы очень странные люди. Мы каждый раз увеличиваем на единицу. То есть поедине надо сначала посчитать вот сумму, а потом... Ну, а то пусть думают и дальше. Где у нас рандомность от времени работает? Нет, тут нету никакой рандомности. Где детерминированного от ка. Здесь рандомизация перепроцессована. Ага. Ну ладно. Ладно, сейчас будет, значит, сводящая сумма картинка. Так, окей. Я сейчас садру оба из пика. Они нам не помогут еще понять. Вот смотрите. Это одинокая вершина u, это одинокая вершина v. И все они погружены в нулевой слой. Я вот не знаю, честно говоря, как они там между ними расположены, поэтому я выберу какое-нибудь такое расположение, которое мне хочется взять. Давайте я буду считать, что, скажем, в первом слое нет ни унивы. И так вот над ними реет первый слой. Что-то такое. Пусть он реет немножко по ниже, потому что дальше не еще. Значит, второй слой. Ну, это был нулевой, как Смайвер считает. Есть нулевой, в который они все погружены. Вот над ними нависает вот так вот. Сугрюма. А1. И ни черта не помогает решить задачу. Вот. А внутри в него вложен А2. Вот там где-то, значит, солнышко. Это вот последний Акатый, который пустой даже. Это то, к чему мы все стремимся. То есть вообще говоря, забота, которая нас должна одолевать еще состоит в том, что мы как бы не очень понимаем. А мы тут, как это сказать, segmentation fold не получим? Да-да-да. Сойдемся. Может, мы в катый свой придем, а там все плохо, он нам пустой и вообще всякие беды снуды. Ну, как-нибудь тайс по-банчу обязательно. Там же банч содержит все. Ну, ладно, сейчас это обсудим отдельно. Давайте я попытаюсь нарисовать, что он делает. Он делает следующее. Вначале он пытается понять. Что он пытается понять? Верно ли, что w, которая вот здесь сейчас, содержится в банче v? Я напомню, как это можно выяснить. Единственный шанс для w оказаться в банче v, это если бы вот это расстояние было бы меньше, чем расстояние от v до a1. Но это неправда. Посему это неправда, и поэтому мы идем дальше. Значит, мы идем дальше и, смотрите, что мы делаем. и мы меняем v и u местами. Я сейчас буду его многократно делать. v и u меняем местами. Упростила эти задачи? Да не особо. Но теперь w на самом деле перепрыгнуло вот сюда. w. Так, сейчас тут начнутся некоторые коррективы. А, сами u и v никогда не меняются. Нет, они только переставляются. Так, вот сейчас начнутся некоторые коррективы, иначе мы слишком быстро найдем ответ. Так, теперь смотрите. Снова нас интересует вопрос. Верно ли, что w впадает в банч v? Это что на самом деле означает? Значит, вот это расстояние должно быть меньше либо равно расстояние от v до a2. Вот не похоже, что это так. Не похоже, что это так, и снова они меняются местами. И теперь в качестве w выступает какая-то вот эта вот вершина. Это снова w. Ну, и процесс продолжается. Например, теперь что? Ну, нужно на 3, иначе непонятно. Ну, нужно на 3, но предположим, что a3 пустой. Если a3 пустой, то на самом деле мы знаем разнообразие. Все вот это банч, да? А2, да? Потому что вот ak-то, нет, ak-то пустое, ak-1, оно во всех банчах есть. Оно, кстати, маленькое по размеру, там можно его оценить. Оно n в степени однокатое по размеру, оно маленькое. Это вот ядро всего этого. А что там в центре бутерброда? Колбаса, что ли? Что в центре? Что-то вкусное. Короче, оно всегда попадает на все банчи. Ну, ладно. Я не знаю, насколько это все прояснило, но хочу сказать вам следующее. Первое. Алгоритм не выходит за границу массива никогда, потому что если оказывается, что i это k-1, то w непременно лежит в этом банче, потому что w лежит в слое k-1. Слое k-1 лежит во всех банчах. В общем, какую-то аппоксимацию мы найдем, а вот сейчас я возьму и покажу, что она хорошая. А ты уже доказал, что мы всегда найдем такое? Да, доказал. Невозможно пройти мимо i равного k-1, если и оказалось k-1, то мы непременно выйдем из этого. Он банч для всех вообще. Он во всех банчах лежит. Ну вот, смотрите, чтобы доказать, что аппроксимация какая хотелось бы, мне придется выпустить еще один вариант. Я возьму из-за дельта большое и обозначу расстояние от u до v. Нас устроит, если он будет не больше, чем дельта, поможет на 2k-1. Так вот, вариант, который здесь есть, он вот какой. Расстояние от u до w не превосходит i поможет на дельта. То есть, в каком-то смысле, вершина w постепенно удаляется, но с некоторой прогнозируемой скоростью. Этот вариант мы докажем сейчас, но предварительно хочется показать, почему его достаточно. То есть, почему, если вот мы такой свойственный установим... Ну, там k-1 шаг максимум, и там вот будет 2k-2 даже, наверное... Да, значит, почему вот то, что мы построим, дает аппроксимацию в итоге, по модулю этого варианта. Вот смотрите, почему. Мы в качестве ответа выдаем нечто такого вида. u w плюс d w, так? Дальше, смотрите, трюк. Так, это не больше, чем d w плюс... Вот второе слагаемое... Ну, на первое слагаемое у нас есть некая оценка, на второе слагаемое оценки, как сходу, никакой не видно. Но всегда можно воспользоваться неравистом треугольника и сказать, что это не больше, чем расстояние от w до u плюс расстояние от u до v. Вот так вот. Теперь мы вот видим здесь два одинаковых слагаемых на самом деле, и вставляем оценку для них. Это не больше, чем 2 поможет на... На что? Ну, на оценку, которую индуктивное предположение содержит. Там i может максимум быть равно k минус 1. То есть это k минус 1 на дельта, а это на самом деле дельта. И вот получается 2k минус 1 на дельта. То есть правильный способ смотреть на это геометрически такой, мы оцениваем расстояние от u до v и мы оцениваем его через промежуточную точку w. Вот эта точка w удаляется тут некоторым прогнозируемым образом, и поэтому сумма w плюс w, она... Ну, как она более-менее устроена? Она устроена как расстояние от u до v плюс некая погрешность. Так вот эта погрешность фактически зависит только вот от того, насколько вы далеко удалились. Но с коэффициентом 2 правда, нужно 2 раза удаление посчитать. Ну, тут видно даже почему. Так, теперь я попробую доказать по индукции эту оценку. Доказать по индукции оценку. Ну, чего? При i равном нулю в самом начале тут должен быть 0. Ну, действительно 0, потому что w это одно и то же. Покажем, что при одном шаге неравенство сохраняется. До одного шага я вот такую иннотацию выберу, я буду считать, что на вход мне приходят u, v и w, которая p и t от u. Теперь смотрите, новые значения я буду штрихами обозначать. То есть у меня будет u', у меня будет v', и у меня будет w'. Давайте попробуем понять, от чего они равны. Вот u' это на самом деле v, v' это на самом деле u. А w' это что такое? Это p и плюс первое от u', ну или то же самое, что p и плюс первое от v. Ну, теперь давайте попробуем понять, чего мы знаем. Чего мы знаем на входе. Во-первых, знаем, что у нас в предыдущей стадии индукционного предположения работало. То есть расстояние от u до w было не больше, чем и дельта. Но, на первый взгляд, это как-то мало. Что еще? А еще раз мы сделали шаг, это означает, что while вот это не сработало. А что значит, while вот это не сработало? Это означает, что w не было в банче v. А это что означает? Расстояние от v до w больше, чем d. И дельта, кажется. Ну, секундочку, давайте так, формально, значит. w у нас между какими слоями? w у нас в item слоя, так? Значит, i плюс первое. В item слое. w это проекция u на item слое. В item слое. Вообще может, но вот посмотрим на что. While у нас не сработало. Это означает, что w в банч не попало. По какому принципу мы что-то относим к банчу? Тут даже нарисовано. По какому принципу w мы относим к банчу? К той части банча, которая нарисована. В и w, если бы неравенство было в другую сторону, то w оказывалось бы в банч. А раз оно не оказывается, то неравенство в противоположность. Ну хорошо, у нас есть... Еще хочется предположения, что w не лежит в i плюс первом. w не лежит в i плюс первом. А зачем это надо? Если оно лежит... Ну тогда оно не оказалось бы в банчу по другой причине, потому что мы его должны сравнивать с расстоянием до p плюс второго. А, но оно явно больше, не меньше. Больше и паралот. Да. Ну хорошо. Вот смотрите, есть у вас какие-то неравенства. А что мы хотим доказать-то? Мы хотим доказать, что расстояние от u' до w' как-то оценивается. Давайте посчитаем, что это такое. Расстояние от u' до w' u' это v, а w' это что такое? Это p и плюс 1 от v. Так? Как же мы это оцениваем? Ну оцениваем это через неравенство треугольника, я так думаю. То есть мы это оцениваем через треугольник так. Смотрите. Это расстояние от... Это же равно правой части предыдущего неравенства. Это равно правой части предыдущего неравенства. Да, конечно. Да-да-да, согласен. Это равно правой части, потому что проекция это как раз-таки та точка, на которой достигается минимум расстояние. Совершенно правильно. То есть это просто правая часть предыдущего неравенства. v i плюс 1. Так, а что мы про это знаем? Мы знаем, что это меньше либо равно, чем dvw. А теперь у меня уже не разница треугольника. Это меньше либо равно, чем vu плюс uw. Про uw мы знаем, что там оценка и дельта, а uv даст еще одну дельту. Ну ладно, это кажется не самая интересная история. Как-то базу хочется понять. Базу? База вот. U равно 0. U равно 0, у нас в состоянии 0 будет не разница. U равно u. U равно u, потому что проекция нулевой слой. У нас тут вопрос на понимание создал. Правда ли что? Я в ужасе. Если бы мы не делали этого обмена, а просто wile пробовали спроекцировать одно, спроекцировать другое. Посмотреть в одном ватче в другом, то было бы тоже верно, просто менее волшебство. Совершенно правильно. Я думаю, что да, вы бы делали больше лишних действий. То есть найти наименьший такой слой, где бачи пересекаются на самом деле. Антураж ужас не создавался. Ужаса. Ну, правда. Это, конечно, тоже будет работать, потому что вы проверяете больше вариантов, чем я проверяющий. Строго не хуже, чем твоё. Ну, видимо, просто потому что доказательство по такой чередущей схеме, чтобы алгоритм был похожим на доказательство. Типа того, я просто не думаю, что оценить твой алгоритм можно быть как-то иначе, кроме как доказав, что нужная оценка даётся вот именно вот. Кажется, может быть проблема. Если явно взять первую ситуацию, когда бачи пересекаются, ну там, не знаю, если мы, например, начнём с ув, то мы на втором слое найдём правильный ответ. А если бы мы стартовали сву, то мы нашли бы его на третьем. У нас же только хуже от слоев слой становится, только хуже оценка. Сейчас. Оценка загрубляется, это правда. Чем раньше мы найдём агентрин. И дальше ты найдёшь, что ты доказал. Вот мне кажется, что... Я доказал, что она... А, при условии, что не нашлось на предыдущем, но предыдущем... Да, всё, согласно. Ещё раз. Оценка, которая здесь написана... Вот, окей, вот... Сложные вопросы на это внимание задаёшь. У меня есть простой вопрос на понимание. Он хорош тем, что я знаю на него ответ. Смотрите, простое вопрос на понимание. Зачем мучиться? Почему не взять в качестве i просто k-1, и не посчитать ответ для последнего слоя? Погрешность сразу большая будет. А почему она большая? Написано же, какая она. Погрешность сразу большая будет. У нас такой простой. Все оценки, вы не сможете оценить. Всё верно. А вот это утверждение справедливо только пока цикл Убаева работает. Это неверно, что для всех i, вот если продолжать алгоритм, не смотреть на свою остановку, то оценка будет такая. Это неправда. Оценка такая вытекает из того, чтобы у них пока не остановился. А можно ещё раз для тупых? Вот если у нас первые два батча пересеклись, как мы взяли W, первое, оно оказалось вдруг и в батче и того, и другого. Вайл закончился. Берём два этих расстояния. Почему она не будет очень далеко от наших двух? В первый же раз. Ну не в первый, первый раз она не сработала. То есть они не лежат в месте. Потому что первый раз она не сработала. Возникает оценка на W. Поскольку она не сработала, то возникает оценка на то, насколько W могла упрыгнуть от W. Мы же хотим все-таки не совсем пересечения батчей, а чтобы проекция... По-моему, пересечения батчей хотите и вы. Нет, я не хотел. Это все Макс. Ну а бат? Вы же не хотели пересечения батчей? Не-не-не, это не просто пересечения. Поэтому предлагается не делать шайтан-свапа и то и то. Нет, сначала фраза пересечения батчей. Придиркуем, кажется... Нет, правда. Правда, что обмены немножко усвожняют... Сильно усвожняют... Нет, но ещё раз. А это верное утверждение пересечения батчей? Если ты потом возьмёшь генеум из двух кандидатов, то, очевидно, да. А вы вообще пересечения делаете? Вы не присоединяете, если что? Нет, моя... Если вы хотите пересечения, то вообще может не соработать алгоритм. Да, нам нужно, чтобы проекция одного черного батча другого. На всякий случай скажу, что алгоритм, например, здесь написан, ищет расстояние не из той идеи, что вы знаете два расстояния, которые... Эти два расстояния разных типов. Это расстояние типа 1, это расстояние типа 2. Действительно, пресечение батчей здесь, кажется, не наблюдается. Расстояние типа 1, расстояние от W, это расстояние от верточки до проекции. Хотя оно тоже, наверное, под батч подходит, да? Ну, подходит, но это не является достаток. Если пересечения батчей есть, то из него не следует то, что проекция лежит в батче. Они банчи. Банчи? А, банчи. Банчи. Что-то непонятно, да? Ну, я что-то пропустил как-то эту выкладку последнюю, не смог от нее выкнуть. Ну, хорошо, но если закрыть глаза на эту выкладку, интуиция еще раз в том, что W постепенно удаляется от W. Это понятно, нет, у меня интуиция даже понятна. Есть такие слои, и мы ищем тот первый раз, в моем понимании, когда мы наконец-то в этих слоях встретимся. То есть вначале у нас такие вот... Это у нас есть данные группы. Ну, вначале есть такие концентрические круги, мы начинаем, и тут у каждого свой кусочек концентрических группов. Они не пересекаются. Так, сходимся, сходимся, где-то раз, встретились. Дальше к центру идти не смысленно, потому что это ничего лучше. Понятно, я, к сожалению, не знаю отформально и отобразительно происходящее. Нет, у меня нет понимания, почему она верная. Первое же пересечение не окажется очень далеким от этих двух точек. Я не знаю, что это правда. Если первое пересечение окажется очень далеким, то одна из них обязательно окажется в патче другой. У нас первое пересечение всегда будет размера... Почему одна из них окажется в патче другой? Ты сам сказал, первое же множество очень далеко от обеих вершин, да? Да, так. Ну, это значит, что ближайшая вершина того множества, она уже дальше, чем эта вершина. А эта пара, она вообще расстанавливается. Правда, если слой один очень-очень от нас далеко, вот, не знаю, там в соседней комнате, это означает, что между у и в есть прямое сообщение. Потому что у лежит в банче в уже сейчас. Ну и наоборот, если с соседней комнате. А мы для а0 тоже банч считаем? Конечно, да. Для каждой пары слоев между а0 и 1 мы тоже считаем его. А-а-а. И тогда, собственно, дополнительно будет у и все понятно. Да, да, это понятно. Это понятно, да. Это понятно, все, да. Так, что-то меня пугает. Все, потому что время еще есть, а я вроде рассказал... Для графов там быстрое там быстрее. Для начала хотя бы вот так вот. А что? А что, а какое? Сейчас, для начала, за сколько это вообще работает при процессинг? Кроме этого, еще остались какие-либо вопросы? Я вот хотел сказать, что, но, к сожалению, время нашего доклада и стекло, и мы не сможем... Правда, нужно часа бронировать. Не знаю, зачем будет. Боже, ладно, сейчас разберемся. Декстер вроде тоже все понятно, но погодите. Да, окей. Все против? Все вопросы? Такой вопрос. Правильно я понимаю, что вот данную, которая принадлежит банчу V, оно только на одной итерации цикла может возникнуть. То есть, если оно... Первый раз оно возникло? То дальше оно уже точно не возникнет, даже если мы... А дальше не идет? Нет, а если бы мы шли дальше? Если бы мы шли, то он бы что-то делал, но эта оценка бы сломалась. Эта оценка стала быть верна. Дабы ее можно определить дальше, нет никаких проблем. Тут нет никаких нелегальных действий, если мы не остановимся. Но эта оценка опирается на то, что у нас цикл как раз таки не остановился. Вон там еще и магнитики прямо рядом. Вот эта строчка говорит о том, что мы... Мы на индукции используем. Что мы пока еще не можем остановиться. А будет ли вот как быстро понимать, режим ли мы в BV? Кэш таблица же. Да. А что? Кэш таблица. Константная таблица. Прошли кэш. А что? Прошли кэш. А что? Прошли кэш. А как же? У нас же... Комментирует репроцессинг. Мы уже можем позволить себе что-то хотим. Что, декстра? Вопрос. Да, а? А если мы в итоге раньше остановились чем k? Очень хорошо. Обычно мы это делаем. У нас есть дополнительные гарантии на расстояние. Да. Правда, мы... Это оценка из худшего случая. А если мы остановились раньше, мы можем... Останавливаться в худшем случае? Нет. Ну, как? Можем остановиться в худшем случае. Ну, а если вероятность... Донесимость по UIV, я не знаю, что такое. Почтение зависит от графа, мне кажется. Метрики? Метрики, да. Непонятно. Никаких метриков. Есть пример, когда оно достигается. А? Есть пример, когда оно достигается, но, наверное, есть. Я их явно не рисовал. Сложный вопрос оказывающий. Случайноват серый. Нет, смотрите, есть разные... Ну, там... Окей. Значит, есть разные наблюдения, которые говорят, что оценка асимптотически... Оценка на память асимптотически точна, но обсуждать их я не берусь, потому что я плохо понимаю. Хорошо. А есть ли дерандомизация концентрических кругов? Говорят, что есть, но, опять же, я тоже не понимаю. Тоже. А говорят те же? Те же. Это за какой смысл дерандомизации? Никакого. На память чуть-чуть заканчивается. Дерандомизация. Ну, как? Дальше ты уверен, что завтрашний день. На ответ она не влияет никак, она влияет только на то, что ты, может быть, уверен, за какое время ты просчитаешь. Ну, и на память же она еще влияет? Сколько? Да, что ты, может быть, уверен, что ты вот не больше, чем столько. Ну, так же, как Монте-Карло и этот самый Лас-Векас, да, то есть ты можешь ценой дополнительной рандомизации времени дать гарантию по памяти, потому что у тебя, ну, как, если в среднем ты тратишь столько памяти, ты дальше просто итерируешься и ждешь, пока ты действительно потратишь столько памяти. В среднем, там, за две итерации ты тратишь столько памяти. То есть именно оценку мат-ожидания в памяти это можно извести. Но будет мат-ожидание по времени. Оно уже и так есть. Ну, как, окей. Нет, потому что пока что у нас никакой декстр, вообще ничего. А все-таки за сколько это работает, если мы просто берем и строим метрику? Я думаю, что мы стоим за n в квадрате на k. Просто как выбирать... Думаю, что n в квадрате на k. За сколько работал бы что? А, за сколько работал бы препроцессинг, если бы мы ничего не знали про эту метрику, кроме того, что ее можно посчитать в производной точке? Ну, за n в квадрате на k кажется очевидно, как делать. Ну, да. Не возникает чокуса. Да, что вот. Мы сейчас попробуем побыстрее. Почему это в квадрате на k? Ну, у меня тут квадрате просто. Причем квадрате на k? Мне кажется, там суммарно вот это сходящееся количество вершин в этих слоях будет линейное. Ну, да, можно слои разбить, наверное. Выбирает это? Ну, при k не знаю, равный двух, мне кажется. На первом слое, да. На первом слое вот это уже k в квадрате времени примерно. n в квадрате просто. Не, ну, хочешь, конечно, сумме по всем слоям. То есть, k можно срезать этот фактор, но то, что там есть квадратичная зависимость... Не-не-не, n в квадрат, да, я согласен. Все равно неинтересно. Сейчас лучше посмотреть на то, что делать, если это граф. Графовая метрика, а не в производстве. Так, я тогда все сотру. Вот, а сейчас будем придумывать, что делать. Что сейчас будет? Придумывать будем, что делать, когда метрика задается графом, и мы хотим эффективно приобработать. Последний всех выпуск от вероятности никак не фигуировать. Нет, это же query, тут нет никакой вероятности. Вся вероятность, она, еще раз, вот в каких местах она есть? Она есть в оценках, в отожидании размеров структуры в памяти, она есть в оценках времени построения. Вот, а больше нигде вероятности нет. Так, ну смотрите, попробую объяснить, что делать, если в действительности задан граф, и есть какие-то длины на ребрах. Не отрицательные, допустим. И расстояния, это честные такие расстояния пункта, врачайшее расстояние пункта. Во-первых, мы можем по-прежнему построить все эти множества, это не мешает ничего. В это 0, потом есть А1, потом все так далее, потом есть АК-1, не пустое, а потом есть строгое вложение АК, которое пустое. Обещал объяснить, почему с большой вероятностью АК-1? Потому что можно посчитать матожидание размеров и убедиться, что оно там полиномиально по n. Ну, матожидание посчитали, почему оно все-таки с какой-то разумной вероятностью будет. Типа это середина вот этого... Если матожидание большое, то с высокой вероятностью личина принимает большие значения. Ну, я вот предпочитаю обычно выкрутки. Выкрутки? Ну, хорошо, смотрите, размер А0 в среднем... А что утверждается? Отверждается, что... Отверждается, что будет больше, чем АК-1 и О. Нет, утверждается, что в предпоследнем слое там с хорошей вероятностью есть элементы. В плане, как мы будем делать? Мы будем модерировать процесс до тех пор, пока у нас не получится, что в предпоследнем есть, а в последнем нет? Нет, в последнем мы зануляем, это жестко? Да, то есть мы жестко зануляем. Сейчас, давайте я напишу оценки на размер. Смотрите, первое это, конечно, n всегда. А вот скажем, во первом сколько? Макс не верит сегодня. Это Pn, правда ведь? Это Pn. Поэтому помним, почему равно. Это, на самом деле, n в степени минус 1 минус 1к. Вот, в частности, аналогичным образом, если посчитать, АК-1 в среднем имеет размер n в степени 1 минус... К минус 1 поделить на К. То есть просто 1к. Извините, а зачем нам не пустой предпоследний свой? А? Зачем нам не пустой предпоследний свой? Я вот, честно сказать, забыл, зачем это нужно. Ну вот, сейчас важный вопрос. Я это как бы заявил в какой-то момент. Я вот сейчас даже не вспомню, с чем это нужно. Может быть, мы пропустили что-то важное. Наскидка непонятно. Зачем? Потому что, кажется, все оценки на время предпроцессинга и на память. Сейчас увидим. Сейчас увидим. Это может понадобиться дальше нам, не знаю, в дейкстриках, в чем-то. Нет, это вот для памяти, мне кажется, может быть нужно. Как Аренит сказал, но это не влияет на предпочтение. Нет, на самом деле влияет, вот смотрите, по какой причине. На погрешность? Хотя нет, не знаю даже. Хотя да, у нас К минус 1 будет различного размера. Практически не все в банч попадают. Да, но все равно, если у нас К минус 1 пустоит, значит К минус 2, скорее всего, маленький. Нет. Зачем нужна оценка для К минус 1? Ну, типа, все равно будет все хорошо. Для К минус 2 пустоит, скорее всего, 1. Нет, если у тебя мало слоев, то у тебя будет много решений, когда можно посчитать количество. А M не будет пустоит, а M не будет пустоит. Давайте не будем доказывать то, что пока не нужно. Серьезно, это помогает. На ожидании, на оценке. Это же размер вот такой. Нет, еще раз, на тридов такой, чем меньше слоев, тем больше памяти просто. И это плохо. А третье пустое, а во втором относительно мало. Потому что банч жирнее. Да, но на самом деле по второму будет... Ладно, можно мы графу вернемся? Правда полезнее. Предлагается попробовать понять, сколько времени мы где тратим, и как все то же самое можно сделать быстрее. Мы считаем расстояние двух видов, напомню. Для любой вершины и для любого И считаем ее проекцию над АИТО. так? Мы считаем расстояние от V до АИТО. И заодно мы запоминаем, на какой вершине. Это можно сделать эффективно с помощью ветера. Да, вот смотрите. Вот у вас есть АИТО, вот у вас есть точки из АИТО. Вы хотите для всех вершин посчитать расстояние на множество. Что делать нужно? Нужно взять и построить такой эффективный сток T, провести тут ребра нулевой длины. Ребра нулевой длины. Или источник S, лучше источник, скажем, S. То есть, фактически, мы склеили все эти вершинки в одну. Добавляем этих ребер. Мы фактически занулили между ними расстояние. А дальше мы считаем из S дейкстра и расстояние от S до всего. Так мы узнаем расстояние по симметрии. Тут же функция симметричная. Мы считаем расстояние от S до всего и то же самое расстояние от всех до АИТО. И еще интересное наблюдение, что заодно мы можем узнать для каждой вершины, какая вершина из АИ ближайшая. Потому что дейкстра построит некоторое дерево кратчайших путей. Вот смотрите, та ветка, которая начинается с этого ребра, например, та ветвь дерева, для всех вершин этой ветви дерева вот эта вершина является ближайшей. Тут будет какое-то поддерево торчать. Для всех вершин из этого поддерева вот эта вершина является ближайшей. Ну и так далее. Чтобы построить панч, мы просто запустимся до тех пор, пока не встретим. Нет, с панчами сейчас будет хитрость. А напомни еще раз оценку памяти, которая вы заметили. Оценку памяти. k помножить на m в степени 1 плюс 1 k. Но первая часть тратит меньше. Первая часть тратит всего лишь nk. Первая часть какая? Первая часть это расстояние от всех вершин до всех подмножеств. Можете напомнить оценку, с которой мы сейчас будем? Какую сейчас будем? Ее невозможно напомнить, я ее пока еще не выписываю. Но она не произносилась. Не произносилась. Я лучше сначала напишу в лейтм, потом подумаю, что это будет работать. Мне кажется, он... Вопрос еще такой. Какой суммарный размер всех банчей? Мы это оценивали, это было k на n в степени 1k. Я даже расписал специально по сомножеству. k потому что у нас столько слоев, n потому что у нас до каждой вершины мы считаем банчи, а вот это вот ожидание размера банча, усеченного парой соседних слоев. Сколько вот между двумя слоями у нас банчи? Еще раз. Расстояние первого типа они занимают гораздо меньше. Они занимают всего лишь nk, но их тривиально считать декстры. А расстояние второго типа они занимают, во-первых, больше, во-вторых, их декстры особо не посчитаны. То есть их можно посчитать декстры, это будет неэффективно. Тут нужна специально модифицированная декстра. Тут я предполагаю, что вы знаете, где декстры работают. Благо, это несложно. Но чего же мы хотим? Мы хотим вот чего. Давайте рассмотрим какой-нибудь слой этого бутерброда. Вот множество i, а вот множество i плюс 1. Значит, я напомню, какие элементы мы относим к банчам. Для каждого v мы смотрим, во-первых, на его проекцию, на i плюс 1. Это вот проекция. p, i плюс 1 от v. Дальше мы проводим окружность вот такого радиуса и в банч берем все вот это. Проблема с простой декстры в том, что просто в окружности вершин много, а в пересечении окружности кояса мало. Да. Даже просто непонятно, как эффективно. То есть было бы здорово, если бы мы смогли бы перебрать, обойти этот подграф за время в каком-то смысле линейный по его размеру. Потому что какой там размер подграфа мы более не понимаем в том или ином смысле. По ребрам, по вершинам, что-то можно оценить. Но как вот декстра могла бы обойти эту странную линзу? Ну, непонятно. Декстр так не работает. Если она запускается из v, она не может... То есть она бы обошла здесь что-то еще. И вот куда это время девать? Это не может. А у нас нужно, как только мы дошли до слоя i плюс 1, прекратить работу совершенно... Почти так, но наоборот. Это действительно будет декстр спривнингом, но в обратную сторону. А я правильно понимаю, что мы сейчас банчи строим? Банчи. Но на самом деле мы сейчас построим не банчи, а в таком смысле дуальную структуру. И называется она классика. Я имею в виду следующее, что когда мы банчи построим, дальше мы просто запустим декстр из всех вершин этих банчей и все. Нет. Потому что мы сами банчи построим декстрами, и они заодно посчитают в декстре, посчитают на настояльник. Но мы же от банча хотим до всех вершин графа? Нет. От вершины до всех вершин графа. А, только от банча так одну. От вершины до элементов ее банча. Так. У нас есть структура банчи. Мы говорим иногда, что W попадает в банч V. Сейчас мы это заменим некой дуальной структурой. Именно будем говорить, что это то же самое, что V попадает в кластер W. Вместо того, чтобы смотреть на вершину и думать о том, какие вершины у ее банчи, мы будем смотреть вершину… Вместо того, чтобы смотреть на вершину V и думать, какие вершины W у ее банчи, мы перевернем картинку относительно диагонали и будем смотреть на то для заданной вершины, в чьи банчи она попадает. Удобно. Очень удобно. Мы сейчас будем смотреть на W. Как мы в точности будем действовать? Мы возьмем и… Во-первых, мы переверем I. Дальше смотрите, что мы сделаем. Мы возьмем и посмотрим вот это множество I плюс 1. Так, сейчас скажу. Мы это множество стянем в одну точку, но для того же самое поставим вершину S и дорисуем ребра из нее во все вершины I плюс 1. Ребра нулевой длины. Пока совершенно не понятно, к чему это. Но теперь самое важное. Мы запустим дейкстру из S. Она мгновенно посетит все I плюс 1, потому что здесь расстояние 0. А дальше она начнет движение. И движение будет в такую вот стопку. Будем таким вот фронтом идти, удаляться от I плюс 1. Это дейкстра будет своеобразная. Это будет дейкстра с плюнингом. Значит, в следующем смысле. Вот когда дейкстра пытается посетить какую-то вершину V. Ну, как дейкстра работает, надеюсь, знаете. То есть там на каждой вершине граф поддерживается некоторая оценка расстояния, которая там постепенно релаксируется. И в какой-то момент она становится точной. Наверное, в тот момент, когда вы видите, что это минимальная оценка, среди всех еще как-то не уверены. Вот эта минимальная оценка всегда точная. И постепенно для всех вершин расстояние будет посчитано. Так вот, когда дейкстра работает и смотрит на какую-то вершину V, и для этой вершины, у этой дейкстра есть некая оценка расстояния. Как это реально происходит? Реально происходит так, что вы смотрите на некоторую ребру. U, V. Вы выполняете релаксацию по некоторому ребру U, V. И пытаетесь улучшить оценку для V, зная оценку для U. То есть вы D от V пытаетесь заменить на минимум из D от V в дейкстре. И что? D от V плюс длина U. Стандартная итерация релаксации D от V. Я прав? Пока что. Окей. Некоторые из этих релаксаций мы не делаем. И более того, на некоторые вершины V мы даже не смотрим. Что же это за вершины? Вот пришел к нам новый рекорд. Вот такой вот. Вот если оказывается, что этот рекорд больше, чем расстояние от V до Ui плюс первого, если оказывается, что мы пытаемся обновить оценку с помощью рекорда, который больше, чем расстояние от V до Ui плюс первого, то мы отказываемся выполнять такое обновление. И нам до вершины V это ни в какую приоритетную очередь не кладем. Вообще дело в том, что до вершины V нет в графе. То есть мы, двигаясь из A и плюс первого, не ходим в те вершины, для которых... То есть мы идем по такому обратному дереву кратчайших путей в некотором смысле? Ну, в смысле, оставляем только те вершины, до которых расстояние множество растет больше, чем расстояние до V. А почему наоборот? Они должны быть равны, по идее. Потому что меньше оно явно быть не может. Значит, оно будет такое же. Ну, я утверждаю, что расстояние от A и плюс первого. Вы правы, я сказал глупость. Если действовать так, то, конечно, просто до каждой вершины посчитаем кратчайшее расстояние от I плюс первого. Да. Мы не хотим этого сделать. На самом деле мы хотим... Вот я зря нарисовал глупость, нарисовал. Вот A. Потому что этот I никогда не выполнится. Ну, я глупость сказал. Сейчас я поправлю. На самом деле... есть A и T, есть A и плюс первое. А, да. Я глупость сказал. В самом деле мы запускаем dx и всевозможные W. Смотрите, какой план. Способ, который не работает, такой. Взяли вершину W и пытаемся посчитать для нее bunch. Ничего не выходит, потому что bunch это такое множество очень странной структуры. Это какие-то там линзы, которые вообще не понимают, какой дикстры обойти. Мы план свой меняем. Мы говорим вот что. Давайте фиксируем W абсолютно любую вершину и поймем, какой у нее кластер. Что такое кластер? Это те вершины, для которых она является элементом их bench. Плаза стоит сейчас в том, чтобы посчитать для заданной вершины W, взятой в качестве источника. Мы запускаем dx и еще для каждого I фиксированного мы запускаем dx. dx вот такой вот front считает. А мы про это W знаем, что она в I, но не в I плюс первое. Мы знаем только ближайший фронт к нам. Ну да, существует для W существует единственная пара слоех, с которой она лежит. Мы запускаемся, мы фиксируем такое I, и запускаем из W dx, но при этом в dx мы не идем в те вершины, не делаем те релаксации, которые дают расстояние от W до W. Больше чем от W до его проекции. Звучит разумно. На самом деле утверждается следующее, что этот dx обойдет в точности кластер W, и только его. Сейчас я попытаюсь разъяснить почему-то. Вот такая странная идея. Еще раз. Она отличается от обычной вот чем. Что некоторые попытки релаксации пресекаются, и вершины, для которых релаксацию пытаемся делать, в очередь не добавляются. Такой привык происходит. Привык в последующем условии. Если в процессе релаксации мы строим оценку, которая оказывается больше, чем расстояние от W до W проекции, то релаксация не делается. Не правда ли, что это то же самое, что для каждой вершины поставить в качестве начального приближения расстояния расстояние до W до W до W? Ну, де-факто да, но важно в эти странным образом проиницизированные решения не пойти потом. У меня нет цели обойти весь граф. Ну ты не пойдешь, ты не добавишь. Окей, нужно остановить все-таки гейкстер, когда мы дойдем до расстояния, равного расстоянию. А вот как и до чего? Нет, непонятно. А, ладно, я понял. Нет, непонятно. Ну, хорошо, ладно. Вопрос реализации уже. Непонятно. Блин, у нас все вопросы. Нет, нет, понятно. Так, ок. Значит, вот смотрите. Такая странная гейкстра. Ну, давайте я сейчас что-нибудь про нее хочу поговорить. Ну, вот, например, есть вот следующее ключевое наблюдение, которое как раз показывает, что мы построим кластер в точности кластер для решения. Наблюдение следующее. Понятно, что те вершины, до которых мы дойдем, они будут, это W будут в банче, да, это очевидно. Да, почему мы ничего не пропустим? Да, почему ничего не пропустим? Неразь треугольника. Неразь треугольника должна, действительно. Вот будет смотреться. А, да, тут же тогда и только тогда. А, и плюс первое. Вот нет. Мы могли пройти через... Так, вот теперь смотрите. Есть вершина W, из которой мы запустились. Да, это... Это все вершины в графе? Да, все W мы переберем. То есть мы запустим кучу декстр. Но, интересным образом, каждый декстр обойдет не весь граф, а только его часть. И поэтому, в каком-то смысле, время работы будет оцениваться через размер тех кластеров, которые мы построим. У нас цель для каждой вершины построить ее банк. Все, окей. Мы уже забыли про все проекции. Это в том режиме поиска мы всегда передавливали. А тут, вот мы хотим как-то широкно-вырок на это посмотреть, транспонировать, так сказать, матрицу. Для каждой вершины узнать, в чьих она банчах лежит. Знаете, чтобы узнать, в чьих банчах лежит вершина, нужно запустить некое специальное декстр из этой вершины, которая там с примингом. И вот она обойдет ровно кластерам, то есть она обойдет ровно эти вершины. Смотрите, тут такое ключевое наблюдение имеется. Допустим, для некоторой вершины W W лежит в банче W. Или то же самое, что W лежит в кластере W. Вот есть некий кратчайший путь. Вот допустим, мы бы делали декстр без приминга, вообще без приминга. Просто от W посчитали все кратчайшие расстояния, а потом посмотрели. Вот если для этой вершины расстояние, которое мы посчитали, оно меньше, чем расстояние до проекции, ну ок, ну добавим тогда ту пару в наше множество. А если не меньше, а наоборот больше, либо равно, или больше, то так дальше пропускаем. Это дорого, потому что получается, что декстра из W обходит вообще весь граф. Это у нас там N-декстр. Но за N-декстр мы и так умеем, наверное. А мы-то хотим, чтобы эта декстра была поменьше. Вот интересный факт. Оказывается, что если вершина W для W хорошая, то есть она в кластере ее лежит, и вот если мы посмотрим на этот кратчайший путь, то окажется, что все промежуточные вершины тоже хорошие, и это на самом деле объясняет, почему декстра вообще работает. Потому что, ну как, смотрите, декстра должна построить... Вот декстра без приминга обходит весь граф. Декстра с примингом обходит часть графа. И вообще, когда вы обходите часть графа, у вас расстояние как-то меняется в сторону увеличения. То есть вы как бы... Не то, что вот вы все обошли, а потом отпрюнили. Нет, вы примите в процессе обхода. Но оказывается, что та часть графа, которую вы обходите, и приминг для которой не отбрасывает ее, эта часть графа на каком-то смысле связана. То есть вы должны добраться до вершины, потому что она ближе к вам, чем от нее до проекции. Ну отлично, тогда у вас все промежуточное, оно тоже этим свойственно обладает. Ну вот давайте это покажем. То есть если тут есть какая-то промежуточная вершина, как ее обозначить? z допустим, да? Пусть z лежит на кратчайшем пути. Тогда если верно вот это, то верно и про z все то же самое. То есть на самом деле w лежит в банче z, и эквивалентно z лежит в банче w. Давайте это покажем. И отсюда как раз следует, что действия может приметь по ходу. Не в конце выбросить вершины, а просто не ходить в те вершины, на которых расстояние оказалось большое. Потому что ну как? Они в ответ явно не попадут, а проходить через них не нужно. Потому что все вершины, через которые проходите, они тоже должны быть хорошие. Вот такая интуиция. Монатонность. Покажем, почему это верно. Ой, боже мой. Ну, во-первых, для w это верно, а это что означает? Значит, расстояние от w до w меньше или равно расстояние от w до i плюс первого. Так? Это мы знаем. Вот. Теперь смотрите, я такой трюк сделаю. Я возьму и из обоих частей вычту расстояние какое-то. от w до z. То есть я просто вычту пока. Так, вычту. Вот смотрите, слева что получается? В самом деле, поскольку эта тройка лежит на геодезической, То есть это не там. Привычная вершина на кратчайшем пути лежит, то слева получается просто расстояние от чего до чего. От w до z. От w до z. Очень хорошо. От w до z. И вот это меньше либо равно, чем d от v до a i плюс 1 минус d vz. Так, дает ли это там что-нибудь? О чем хочешь показать-то? Ну, d от v до a i плюс 1 нужно через мегаинство. Это не в ту сторону, по-моему, сейчас сработало. А, сейчас. Нет, нормально. Все правильно. Нормально. Так, я не знаю, перепис... Ну, вообще, мы что хотим показать? Мы хотим показать, что расстояние от w до z меньше, чем расстояние от z. От z до i плюс 1. Да. Ну, не равенство треугольника для этих, для... Да. Совершенно правильно. Как сработает. Так, вот здесь вот мы вот это... Расстояние от всяких не равенство треугольника. Ну, а дальше в пише мы увидим, что там кое-что в правовой части сокращается, и отсюда расстояние от w до z меньше либо равно, чем расстояние от z до a и плюс 1. Тут как бы написано очень все формально. На самом деле здесь есть некий обман, но он в правильную сторону. Тут очень как-то неаккуратно оперируем мы с расстоянием от точки до множества. Ну... Ну, там два дня. На самом деле здесь написано i плюс 1. Это не множество, это какая-то конкретная точка, а именно это вот эта вот точка, да? Вот эта вот. Ну, там возьмем еще одну. Ну, то есть неважно. Если оказалось, что у вас от w до z расстояние не больше, чем от z. Даже, я не знаю, проекция может быть другая. Но если... Потому что это корс, это точно меньше либо равно. Видимо, нужно взять из i плюс 1 две точки, проекцию z, и рассмотреть это для них, если брать честно. Мысленно склеить все точки из i плюс 1? Нет. Просто взять и занулить все. Это же действительно все точки. Ну, или так. И тогда это уже будет множество, но и будет одна вершина. Ну, тогда у нас для v будет предположение неверно. Для v будет неверно. А, нет, все верно, да. Да, согласен. Да нет. Вообще, когда вы смотрите на построение банч, вы можете мысленно склеить все i плюс 1. Сейчас, а какую точку она склеивается? А какой? Вот просто занули все попарные расстояния между ними. Посмотри на метрику. Ну, или введи ввести решину s, как-то когда из 100, и не совсем. Ну, считаешь, что между ними расстояние 0. Просто это же действительно. Почему в банч лишнего ничего не попадает? Почему в банч лишнего ничего не попадает? Потому что мы же декстра считаем, ну, в кластере ничего лишнего. Мы считаем не банча, мы считаем дуальные такие объекты, кластеры. То есть мы для w обходим что-то декстрой, и вот смотрим на то, что мы обошли декстрой. Так? Вот смотрите. Декстра, когда она обходит граф, какие она вообще вершины посещает? Те, до которых мы смогли дотянуться при реваксации. Реваксация у нас очень аккуратная. Реваксация никогда не ходит в вершину, до которой тот вариант расстояния, который она предлагает, он плохой, слишком большой. Еще следует, что эти декстры никогда не дотянутся до вершин, которые вне кластера лежат. Тут есть одна тонкость. Они не дотянутся до них, но они будут пытаться ребрами... Верно. Вот стоимость декстры, стоимость декстры по модулю структур Дана, по-моему, хипа, она равна на самом деле числу ребер, которое декстра релаксирует. Посмотрит. Даже не релаксирует, а посмотрит. Окей, попытается релаксировать. Так вот, в этой декстре с плюнингом есть интересная особенность. Обычная декстра, когда она какое-то ребро пытается релаксировать, то она непременно в конец этого ребра попадает. Может, не прямо сейчас, может быть, эта вершина окажется минимальной сильно позже, но так или иначе, если вы по ребру пытаетесь пойти, значит до конца вы тоже доберетесь. Наша декстра интересная. Она иногда смотрит на ребра. Начало у этого ребра хорошее, а конец вы пытаетесь как-то попасть в этот конец. Никак не получается. Это ребро все равно считается в стоимости декстра, потому что мы пытались релаксировать. И на самом деле можно сказать вот что. Стоимость декстра равна сумме степеней вершин, до которых она дотянулась. Исходящих степеней есть. Если у вас ориентированный граф, у нас граф не ориентирован, это просто степеней. Сумма степеней вершин, до которых декстра дотянулась, это ее сложность. По модулю структур данных. По модулю логарифм от хипа. И вот сейчас мы как раз и посмотрим, за какое время все это работает. У нас эффективная декстра, она не обходит ничего лишнего. А просто там ребра не сделают ли эти нам плохо? Нет, обычный трюк, если вы суммируете степени достаточно аккуратно, то получаете ребра. Итак, оценка времени работы. У нас много декстров, это правда. Но декстров всего им штук. Для каждой вершины W своя декстра. И для каждой вершины W есть свой кластер. И вот для каждой вершины W мы смотрим на элементы этого кластера и считаем их степени. И то, что мы получаем, это сложность декстра по модулю логарифма. С точностью до логарифма. А дальше нужно переставить порядок суммирования, как обычно. Давайте суммировать по V. А здесь тоже что нужно сделать? Размер B от V умножить на степень? А, да. Здесь нужно взять размер B от V умножить на совершенно правильную степень. Я могу подробнее записать? Да нет, понятно. А теперь что? А теперь мы вспоминаем, что W на самом деле рандомизированы, и мы хотим мат ожидания. Мы спускаем мат ожидания на все слагаемое. И вспоминаем, что на BV у нас есть оценка мат ожидания размера. И эту оценку она одна и та же, и можно вынести просто. Когда вы начинаете считать мат ожидания времени работы с точностью до логарифма, оказывается, что это что такое? Это мат ожидания BV, это R в степени 1KD. Помножить на сумму степеней. А сумма степеней это ребра. Сумма степеней это ребра. И вот вы получаете M на N в степени 1KD. Это время при процессе. С точностью до логарифма. Это вторая стадия есть еще. Вторая стадия. А есть первая стадия? А первая стадия это N помножить на... К, по-моему. К должно длиться? К должно длиться, да? Откуда? Зачем здесь K? Да не BV. На BV оценка K на N. На BV оценка A, да. А, согласен, да. Сумма, сумма. Сумма, согласен. К. Так, а первая оценка у нас какая? KM? Первая M-K. Ну, KM, на самом деле. Я так и сказал, только в другом порядке. KM. Ну, первая оценка... То есть оценка первой стадии, она меньше, чем оценка второй стадии. Первой стадии может пренебреть. Так, вот. Так, а помните, кто автор этой статьи? Торп Зигг. Вы знаете, чем знаменит Торп? Линейный алгоритм... Линейный алгоритм нахождения кратчайших путей неориентированных графов. Поэтому у них никаких логарифмов нет. Он говорит, что нужно взять его чудо-алгоритм и использовать вместо декстры. Правда, в статье так и написано, что понять ничего нельзя будет, поэтому мы уже объясним для декстры, а для альфма Торпа все аналогично. Потому что алгоритм Торпа — это такая декстра. После того, как ее 10 раз переначали в самых разных местах... В целом, да. Так вот, сходу не скажешь, будет ли это все работать, но это не важно. Для практики это все не важно. Для практики тут декстра с любым каким хотите комплектом оптимизации. Так, чего? Кажется, все. А, смотрите, интересная история. Еще давайте расскажу. Народ интересовало, можно ли сделать меньше. Но с тех пор какие-то улучшения появились. Но, вообще говоря, оказалось, что то, что этот алгоритм строит, это в статье написано, это так называемый спамер для графа. Про это можно тоже пару слов сказать. Что такое спамер для графа? У вас есть неориентированный граф. В нем много-много ребер. Может, он очень плотный такой. Но в нем есть какие-то интересные расстояния. Вы смотрите на эти ребра и говорите, их слишком много, хочу какие-то выбросить. Выбрасываете какие-то ребра, но какие-то оставляете. У вас граф прореживается, но расстояния меняются. Причем меняются в сторону возрастания. Вы хотите, чтобы они не сильно увеличились. Это не видно, наверное, сходу. Но оказывается, что те деревья декстр, которые мы построили, если их оставить, то они дадут как раз-таки множество ребер такого же размера, какова у нас память. Реально мы ребра посчитаем, на самом деле. Если эти ребра оставить, они образуют спамер с коэффициентом 2k-1. То есть это такой подграф, который сохраняет исходное расстояние вот точно за это мультипликация. Это же там лучше для спамеров в мире делать? Что-то лучше для спамеров в мире делать или нет? Там есть некая гипотеза, в смысле, которая более-менее в том, что лучше нельзя. Да, там R даже и прочее. Очень не суть важна, но вот это еще на самом деле про спамеров в том числе. То есть, точнее так, то, что спамер такого размера существует, было известно заранее, ну, раньше было получено уже. Но как его строить эффективно, никто не знал. Оказывается, можно построить такими действиями. Все. На этом спасибо.